Сегодня на столе комикс Гамбит Омнибус от автора Джеймса Асмуса и художников Клея Мана, Леонардо Кирка, Диогена Невиса и Элла Бориону Эво. Твердый переплет, глянцевая обложка и 384 страницы, на которых разместились все 17 выпусков оригинальной серии. Экземпляр комикса для обзора предоставлен магазином Comic Street. В этот омник, как несложно догадаться, вошли три уже ранее выходивших комикса. Вор-мутант с красными глазами и даром трансформировать потенциальную энергию любых предметов в кинетическую. Имя его Рэми Лебо по прозвищу Гамбит. Теперь он находится в завязке от воровской деятельности и подрабатывает в школе одаренных подростков имени Джина Грей. После того, как поссорились Циклоп и Росомаха, расколов мир людей Икс на два лагеря, из-за чего отчаянно скучает и стремится найти свое место в жизни. А место это совершенно неожиданно находится в хранилище очень богатого и скользкого типа, где появится коллекция всевозможных супергеройских и фантастических артефактов, среди которых Гамбит выбирает опасную вещицу, готовую убить его, если он не откликнется на предложение таинственной незнакомки и не последует за ней в Гватемалу, в заброшенный храм древних богов. У Гамбита здесь есть все для того, чтобы быть похожим на фильм Миссия невыполнима. Чудеса маскировки, хитрые девайсы и секреты проникновения со взломом в самые засекреченные и охраняемые места. В придачу к этому он обладает очень сильной харизмой. Вообще сюжет серии развивается по принципу домино. Стоит Гамбиту совершить кражу, как ему нужно нестись на другой конец света в компании таинственной незнакомки и столкнуться с самыми настоящими драконами. Не успевает Рэми перевести дыхание, как пора спасаться от им же обчищенных бандитов, а следом он оказывается на крючке у британских спецслужб. И это только цветочки. Сюжет здесь динамичный и увлекательный. Во всем Омнике предостаточно довольно ярких сцен. Считается комикс легко и быстро. Особо не напрягает и негатива не вызывает. Главный герой проработан хорошо. Сочетающихся в нем смелости, юмора, авантюризма и личного обаяния вполне хватает на сольную серию. Гамбит относительно мало представленный герой в нашем сегменте комикс-рынка. Представлен неплохо. Его комикс на 100% развлекательный. И на час-другой займет ваше внимание. Вряд ли здесь можно откопать что-то совсем оригинальное. Да и сам герой на это не претендует. Но читается Гамбит все же больше с удовольствием, нежели с кислой осуждающей миной. К минусам я бы отнес неразберюху в художниках. От выпуска к выпуску иллюстраторы не раз меняются. И хотя плохо нарисованных глав в Гамбите нет, постоянная смена стиля все-таки мне лично режет глаз. Ну а в целом это отличный боевик с тонной харизмы, красивых кадров с не менее красивыми девушками. Шикарными монстрами, словно соживших японских полотен, изображающих драконов, шпионы, искалибур, мутанты. В общем полный набор, не дающий заскучать даже самому взыскательному фанату комиксов. А этот комикс и многие другие, вы можете приобрести в магазине Комикс Стрит. Ссылка будет в описании. Ну и как всегда не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео вконтакте. Где кстати я выкладываю фото превью новых комиксов. Информационный партнер комикс Сойт.